Корректор А.Кулакова Все телефоны в Таджикистане Власти Таджикистана установят тотальный контроль за имамхатыбами Половина опрошенных граждан Таджикистана заявила о высокой коррумпированности режима Рахмона Структура Рустами Эмамали, то есть сына президента Рахмона, агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана провела опрос среди населения страны Согласно результатам опроса, половина опрошенных считает, что самыми коррумпированными являются органы власти Прокуратура, таможня, налоговая служба, милиция, включая ГАИ Об этом сообщил директор антикоррупционного комитета Рустами Эмамали на заседании правительства, состоявшемся 26 октября текущего года Данный документ даже был опубликован на официальном сайте президента, однако позже был удален с сайта Следует отметить, по словам экспертов по данному региону, в странах Центральной Азии, в частности в Таджикистане, уровень коррупции настолько высок, что нет ни одной структуры, которая работала бы прозрачно и без коррупции Примечательно и то, что само агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в этом списке не оказалось Хотя общеизвестно, что коррупционную цепочку Таджикистана возглавляет семейство Рахмона и его близкое окружение Уголовный кодекс Таджикистана рассматривается внесение очередных поправок На сей раз они будут касаться уголовной ответственности за оскорбление Рахмона, которого в стране положено называть не иначе, как основатель мира и национального единства, лидер нации Постановление правительства о внесении поправки в уголовный кодекс уже подписано Эмамали Рахмоном 13 октября этого года В постановлении говорится о внесении в уголовный кодекс РТ ст. 137.1, предусматривающей уголовную ответственность за публичное оскорбление основателя мира и национального единства, лидера нации или клевету в его адрес В том числе с использованием печати других средств массовой информации или сети интернет Следует отметить, что в УК РТ уже существует ст. 137, предусматривающая уголовную ответственность в виде лишения свободы до 5 лет за публичное оскорбление президента или клевету в его адрес Вносимая поправка, скорее всего, лишь более конкретизирует и расширяет формулировку «публичное оскорбление и клевета», а также ужесточит наказание Таджикские власти поручили всем операторам сотовой связи перерегистрировать ранее реализованные сим-карты до конца апреля 2017 года и деактивировать непрошедшую перерегистрацию сим-карты Согласно новому закону, служба связи Таджикистана создаст единую базу идентификационных номеров мобильных телефонов Идентификационные номера мобильных телефонов будут вноситься в базу при покупке сим-карт Запрещается ввоз распространения использования оборудования, используемого для изменения идентификационных номеров мобильных телефонов, а также мобильных телефонов без идентификационных номеров e-mail По словам заместителя главы службы связи Таджикистана Адоллат Абдурахман Зада, данная мера направлена на обеспечение безопасности в стране, а также блокировки украденных мобильных телефонов Кроме того, в начале текущего года Рахман подписал постановление о создании единого коммутационного центра для интернет-провайдеров Согласно документу, до конца 2016 года все операторы связи и интернет-провайдеры в стране должны будут предоставлять международные услуги связи и интернета только через новую структуру Обеспечение национальной и информационной безопасности, возможность отслеживать серый трафик и телефонные разговоры – это официально заявленная цель создания центра Таким образом, под предлогом заботы об обеспечении безопасности страны, таджикские власти устанавливают сегодня тотальный контроль над жителями республики Таджикские власти будут контролировать проповеди имам Хатыба в мечетях с помощью видеокамер Как заявил председатель Исламского центра Таджикистана Саид Мукаррам Абдухадир Зада, подобные меры якобы необходимы для исключения проникновения в ряды граждан, чуждых для таджикского народа идеологий Речь и поведение имам Хатыбов должны быть под наблюдением, сказал он По словам Саид Мукаррама, наблюдения за имамами будут вести специалисты Исламского центра совместно с сотрудниками комитета по делам религии Таджикистана По мнению наблюдателей, Исламский центр Таджикистана, пользуясь исламским названием, во всем поддерживает антиисламскую политику режима, продвигая интересы тирана Рахмона Сам факт установления контроля над правительственными имам Хатыбами указывает на то, что режим не доверяет даже им Так, например, с начала текущего года по всей республике были обвинены в экстремизме и задержаны десятки правительственных имам Хатыбов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова